К вам приедут гости. Заплатите с половиной тысячи. Я тебе вон там место. Она вообще бельевая площадка. Зачем я должен платить тысячу? Я здесь живу. Такие споры во дворе дома номер 107 по улице Комарова в последнее время возникают все чаще. Причина проста. Общим собранием жильцов было решено, что вместо гостевой стоянки здесь оборудуют клумбы, а на зеленой зоне организуют закрытую парковку. Это придомовая территория 107 дома. Вот у нас есть там собрание. Там сколько, по-моему, 52 или 53 голоса за парковку. Автовладельцы скинулись по три с половиной тысячи рублей, отсыпали территорию на зеленой зоне, обнесли ее забором. Даже столбики с номерами новых владельцев парковочных мест установили. Комфорт почти как на платной стоянке. Все должно быть открыто и любой имеет доступ. Почему? Если я заплатил три с половиной тысячи. Почему, допустим, приедет она и поставит? Мы сами через горосполком, через архитектурный отдел сделали эту стоянку. То есть все законно, да есть документы у нас у старшего по дому. То есть это не самовольная стоянка. Мы сложились на свои деньги. А вот эти все, кто возмущается, особенно вот эта женщина, она вообще живет в 103-м доме, она сюда вообще никакого. Это вся преддомовая территория. Чаяния автовладельцев понятны. Им нужно куда-то ставить машины. Но вторая половина жильцов против этой стоянки. Дело в том, что автомобили приблизились вплотную к детской площадке. Да и сама эта зеленая зона, где ныне паркуются машины, раньше была пусть плохеньким, но футбольным полем. Ну это произошло буквально где-то, может, недели две-три назад. То есть здесь получается незаконный захват территории, да. Люди взяли, огородились, написали здесь свои номера машин. Здесь как бы идет парковочный карман к дому, да. Смотрите, что здесь происходит. Здесь стоят клумбы. То есть парковаться негде получается, да. А между тем история вышла за рамки обычной разборки между жильцами. В дело вмешалась администрация Блаковского района. Потому что по плану зеленая зона, где обустроена парковка, вообще не относится к дому. Она муниципальная. И стоянку на ней можно расположить, но при условии соблюдения некоторых требований. Первоначально необходимо обеспечить доступ беспрепятственный любому заинтересованному лицу на данную стоянку, на данную парковку. И параллельно необходимо обратиться в Управление дорожного хозяйства благоустройства с целью соблюдения всех правовых аспектов обустройства данной гостевой парковки. Соответственно, необходимо также учесть, что после оформления данной территории под гостевую стоянку, парковку, также не вправе жителей ограждать проезд и определять круг людей, которые могут парковаться на данной стоянке. Соответственно, она должна быть даже после оформления, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на... Тот план придомовой территории, который предоставила представителям УДХБ старшая по дому, недействительный. На нём от руки нарисовано, где теоретически можно было бы расположить гостевую парковку. Однако никакого разрешения в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства жильцы не получали. А это значит, что стоянка незаконная. И вместо того, чтобы ругаться и доказывать свою якобы правоту, жильцы должны собрать пакет документов и принести его в УДХБ, и лишь после этого обустраивать парковочные места. Но и тогда въезд на гостевую стоянку должен быть открыт для всех.